В Иркутске солнечное утро мы с вами продолжаем знакомиться с гериатрической кардиологией на повестке дня фибрилляции предсердий. Очень надеюсь, что сегодня с командой крупнейшего медицинского издальства ГАИАТАРМЕДИЯ мы сдадим в печать книгу о ритме сердца, которая переиздается уже восьмой раз. Эта ритмия очень редко появляется у пациентов до 60 лет, обычно только при выраженных заболеваниях сердца. В то же время после 80 почти каждый третий имеет фибрилляцию предсердий. Здесь представлена схема развития фибрилляции предсердий. Триггеры, очаги, запускающие ритмию, находятся обычно в легочных венах, реже в других крупных сосудах и отделах сердца. Дальше импульсы попадают в предсердии и начинают часто крутиться в фиброзных полях. Так, прогноз заболевания, эффективность лечения во многом определяется выраженностью фиброзы и его динамикой. Хотя фибрилляция предсердий сама по себе очень редко приводит к смерти, тем не менее она ассоциируется с такими жизнеопасными состояниями, как сердечная недостаточность, внезапная смерть и инсульты. Пациенты чаще умирают от сердечных причин, причем инсульты, как ишемические, так и геморрагические, составляют всего 10%. Практикующие врачи нередко связывают фибрилляцию предсердий с коронарной болезнью, что не совсем верно, поскольку атеросклероз коронарных артерий вызывает ишемию и повреждения левого желудочка. Что касается фибрилляции предсердий, то аритмия запускается из очагов легочных вен и ее прогрессирование связано с фиброзом предсердия. Отсутствие такой связи подчеркивается неэффективностью коронарной ревоскуляризации, после которой фибрилляция предсердия не только не исчезает, но даже и учащает. Эта аритмия очень чувствительна к алкоголю и может развиваться даже от небольших количеств алкоголя. Более важное значение для частоты рецидивов имеет, как часто пациент принимает алкоголь и какова общая доза за неделю. Эта аритмия всегда носит прогрессирующий характер, связанный с развитием фиброза в предсердии. И чем дольше фибрилляция предсердия, тем выше ристромбомболия и смертность. В этой связи важнейшее значение имеет антиаритмическая терапия и катетерная обрядка. Здесь представлены мобильные кардиографы, которые позволяют с помощью приставок регистрировать электрокардиограмму и передавать данные в мобильное устройство. Есть умные часы, которые позволяют получить одноканальную электрокардиограмму. Частота выявления фибрилляции предсердия существенно зависит от метода диагностики электрокардиограммы. В этом исследовании ревилл при использовании длительных непрерывных мониторов электрокардиограммы у пациентов старше 70 лет эпизоды продолжительностью больше 6 минут выявлялись у каждого четвертого пациента, а продолжительностью более часа за сутки у каждого пятого. Два основных подхода это контроль частоты сердечно-соспрощения, когда мы не подавляем аритмию, и второе направление, когда мы стремимся устранить аритмию. Именно этот подход считается наиболее эффективным, поскольку позволяет уменьшить симптомные приступы, увеличить сердечный выброс и улучшить физические возможности пациента, повысить качество жизни. Если выбирается режим контроля частоты сокращений сердца, то так же, как и при синусовом ритме у пациентов, сердечной недостаточностью нужно стремиться к более жесткому контролю частоты пульса. Дибрация предсердия в течение многих лет может восстанавливаться спонтанно, поэтому нередко можно подождать и дождаться, когда приступ пройдет сам. Особенно если известно, что это короткие малосимптомные эпизоды. Для прекращения приступа обычно используется пропофенон. Хочу обратить внимание, что рекомендованная доза это 4 таблетки или 600 мг однократно, а для пациентов с массой тела меньше 70 кг это 450 мг. Препарат принимается внутрь, производитель не рассчитывал, что горькую таблетку будут разжевывать. У пациентов старших возрастных групп по данным исследований современной практики ведения чаще используется контроль частоты сердечной сокращения. В то же время нередко применяются и антиаритмические препараты, и катетерная абляция. Важно отметить, что если мы сохраняем синусовый ритм, особенно с помощью катетерной абляции, качество жизни у пациентов выше. Несмотря на риски, связанные с дисфункцией щитовидной железы, в редких случаях фиброзом легких, амиадарон остается ведущим препаратом для профилактики аритмии. Здесь показана усредненная схема ведения пациентов с подбором антиаритмической терапии, начиная от пропофенона, саталола, амиадарона. В тех случаях, когда не удается эффективно контролировать аритмию, при помощи антиаритмических препаратов можно использовать контроль частоты сердечной сокращения, при помощи бета-блокаторов чаще всего, или направить пациента на катетерную абляцию. Основным показанием к катетерной абляции является симптомная фибрилляция предсердия, которая мешает жить пациенту, при том, что профилактическая антиаритмическая терапия неэффективна. Классическая работа Хасу Гойера с авторами, где показана схема запуска фибрилляции предсердий из-за чудово-легочных вен. Здесь видно, как электрический импульс легочной вены запускает фибрилляцию предсердий, а после абляции уже не может прорваться и запустить аритмию. Здесь показана радиочастотная катетерная абляция. Абляционный катетер проходит открытое овальное отверстие или слабое место в межпредсердной перегородке. И дальше кончик катетера высокотемпературный, повреждает миокард, левое предсердие вокруг легочной вены, создавая таким образом барьер для импульсов, которые пытаются прорваться из легочных вен. Креабляция позволяет за счет охлаждающего раствора в баллоне быстрее выполнить изоляцию легочных вен, избежать выпута и тампонады в перикард, но чаще повреждается диафрагмальный нерв. Эффективность креабляции, радиочастотной абляции, сопоставения. Абляция существенно эффективнее антиаритмической терапии для предупреждения приступов. В то же время сравнение не выявило преимуществ перед медикаментозным лечением по смертности, по числу инсультов и кровотечениям. Важно отметить, что абляция улучшает качество жизни по сравнению с постоянной антиаритмической терапией. Эффективность абляции раньше оценивалась по симптомным эпизодам фибрилляции предсердий. В то же время, если использовать имплантируемые мониторы для длительной многолетней регистрации аритмии, то выясняется, что фибрилляция предсердий сохраняется почти у половины пациентов. Направляя пациентов на абляцию, следует учитывать, что в 5-7% случаев мы можем встретиться с осложнениями, и об этом нужно предупреждать пациентов. Во многом это связано с возрастом пациента, с наличием коморбидных заболеваний. В связи с тем, что пациентов на абляцию берут в последние годы более тяжелых в старшем возрасте, частота переоперационной смертности составляет немногим выше 1%, и это тоже надо учитывать, принимая решение об абляции. Сохранение синусу в ритме важно для пациентов дисфункции левого желудочка и сердечной недостаточности, поскольку предсердия обеспечивает почти четверть сердечного выброса. И в этом плане и абляция, и медикаментозная теоретмическая терапия позволяют улучшить состояние пациента, переносимость физических нагрузок. Ишемический инсульт чаще связан с атеротромбозом в церебральных сосудах, а в то же время каждый третий или четвертый ишемический инсульт обусловлен кардиоинболией сердечной, в первую очередь связанной с фибрилляцией предсердия. Здесь вы видите тромб ушки левого предсердия, который является источником кардиоинболического инсульта. Важными факторами риска формирования тромбов предсердия является сердечная недостаточность и возраст старше 75 лет. Наряду с симптомными инсультами фибрилляция предсердия может вызвать и бессимптомные инсульты, и ишемию головного мозга. Важное значение имеет не только инсульты, но и деменция, которая может быть связана и с неэффективным кровообращением, но и также мелкими эмболиями. Фибрилляция предсердия вносит существенный вклад в развитие деменции у пациентов после инсульта. А с помощью длительной антикоагулятной терапии можно уменьшить частоту снижения познавательных возможностей пациента. Для оценки риска инсультов широко используется шкала ЧАД-СВАСК. Хотя способность разграничивать группы риска у этой шкалы невелика, тем не менее это не хуже, а часто лучше, чем решения, которые принимает сам врач. Обычно сложности представляет серая зона, так называемая, когда риск инсульта не очень высокий и сложно принимать решение о постоянной пожизненной терапии антикоагулянтной. В этих случаях могут использоваться модификаторы риска, которые не вошли в основную шкалу. Более детально шкалы и оценка риска прогнозирования в кардиологии обсуждается в моей книге «Прогнозирование и шкалы в медицине». Несмотря на появление современных препаратов антикоагулянтных, варфарин остается одним из основных средств для профилактики тромбоэмболии. Исследования показали, что новые антикоагулянты не превосходят варфарин по способности предупреждать тромбоэмболии. Вместе с тем, обращу внимание, что в этих сравнительных исследованиях эффективность лечения варфарином была далеко не идеальной. Современные прямые орали антикоагулянты реже, чем варфарин, вызывают внутричерепные кровоизлияния. В то же время желудочно-кишечные кровотечения встречаются отнюдь не реже, а порой даже чаще, за исключением апексабана. Последняя особенность апексабана позволяет рекомендовать препарату пациента с повышенным риском желудочно-кишечных кровотечений, к которым, несомненно, относятся и пациенты старших возрастных групп. В качестве антикоагулянта второго ряда предпочтение следует отдать добегатраму, которая в дозе 110 млн оказался безопаснее ревороксабана в дозе 15 млн у пациентов старше 85 лет. В связи с более низким риском желудочно-кишечных кровотечений, апексабан рекомендован для пациентов старческого возраста в качестве приоритетного. Если у пациента возраст старше 80 лет и имеется либо масса тела меньше 60 кг, либо уровень креатинина в плазме выше 115 мкм на литр, используется половинная доза, то есть 2,5 мг два раза. И она не менее эффективна, чем полная доза. Вот здесь показана табличка выбора оральных антикоагулянтов, которые я использую в своей практике. Здесь нужно сразу выделить ситуации, где варфарину альтернативы нет. Это метральное стеноз, это искусственные клапаны, это тяжелая дисфункция почек. Там, где нам необходимо контролировать антикоагуляцию, потому что у нас есть МНО, а для новых антикоагулянтов в рутинной практике метода контроля лабораторного нет. Пока еще при беременности и лактации прямые антикоагулянты не изучены хорошо. Также нет надежных исследований при разных тромбофериях. Менее эффективны они при антифосфолипидном синдроме. И, конечно, цена в районе 2,5-3 тысяч за месяц для многих пациентов, малообеспеченных, является неприемлемой. Нередко пациенты, наряду с рекомендованным лечением врачом, используют многочисленные альтернативные методы лечения, включая фитосредства. В этой связи следует обратить внимание пациентов на возможность усиления или ослабления эффекта оральных антикоагулянтов при приеме нерекомендованных средств. Важно отметить, что если появляется кишечное кровотечение на фоне приема антикоагулянтов, то здесь может быть скрыто другое заболевание, например, рак. Большие сложности вызывают необходимость приема антикоагулянтов в сочетании с дезагрегантом после стентирования у пациентов с острыми и хроническими коронарными заболеваниями. Важно отметить, что при высоком риске кровотечений, особенно когда имплантируются либо голометаллические, либо современные стенты, выделяющие лекарствами, можно использовать прямой антикоагулянт с клапидогреллом без второго дезагреганта. Ну вот и закончилась наша лекция очередная. Здесь вы видите древние наскальные рисунки первого-второго тысячелетия на утесе Саганзаба на Байкале. Продолжение следует... Продолжение следует...